Открытый диалог с Александром Непомнящим Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Ну что, начнем вот с чего. В Америке все больше наблюдается рост антисемитизма, в чем левого такого, исходящего от сторонников демократической партии, от сторонников левого движения. Возникает вопрос, сможет ли новое правительство Израиля защитить американских евреев? Защитить, как-то вступиться, как-то выступить против этого явления. Действительно, вы правы, Сергей. Похоже, уже и дня не проходят без очередного сообщения о новом возмутительном нападении левых на евреев в Америке. И здесь я процитирую Кэролин Глик, известную израильскую журналистку американского происхождения, которая просто приводит статистику, ссылаясь на американскую прессу. Буквально на этой неделе фургону, продающему готовую еду, очень распространенная вещь в городах американских, запретили участвовать в фестивале вот такой этнической уличной еды Хиладельфии за то, что тот продавал израильскую уличную еду и вообще-то принадлежит израильскому еврею. Вот так вот просто. Израиль вне игры. На параде лесбиянок в Чикаго была опубликована реклама мероприятия, на которой была изображена женщина, стоящая в машине и сжигающая американский и израильский флаг. Я напомню, речь идёт не об Иране, не о Корее, не о странах каких-нибудь победившего ислама, речь идёт о американских штатах. И в целом, по данным сообщества, во время недавней войны Израиля с Хамасом операции «Страж стен» американские евреи подверглись 193 нападениям с применением насилия. Вот такая статистика страшная. Ещё 17 тысяч словесных оскорблений в интернете зарегистрировала антидеформационная лига. И жестокие нападения, конечно, не прекратились, когда Израиль и Хамас уже достигли прекращения огня. И вы совершенно правы, что правительству Израиля в этой ситуации следовало бы сказать или сделать что-то подобающее в связи с такими, прямо скажем, ужасными событиями. Но, к сожалению, все признаки указывают на то, что новое правительство Лабида Беннета устроено так, что по определению своему не будет способна бороться с проблемой юдофобии в США. На первый взгляд, кому-то может показаться, что всё должно было бы быть ровно наоборот, министр иностранных дел и заместитель премьер-министра Ерлопид, который, по сути, контролирует все аспекты деятельности нынешнего правительства, будучи лидером левого блока, составляющего 75% коалиции. Он должен был бы быть естественным партнёром американского еврейства. Подобно большинству американских евреев, Лабид уже давно отождествляет себя с демократами и либеральными течениями в иудаизме. И в первый же день своего пребывания в должности министра иностранных дел и сменного премьер-министра, Лабид заявил, что восстановление связи Израиля с демократами и американскими евреями является главной целью его. Мы об этом говорили как раз в прошлый раз. С такими приоритетами Лабид, казалось бы, должен был бы очень хорошо подготовлен к подобной битве за интересы американских евреев. Но, увы, есть два, скажем так, железобетонных буквально препятствия, которые помешают ему сделать что-либо полезное и нужное в этом направлении. Первое препятствие — это сама демократическая партия США, так, как она сейчас выглядит, а второе — это его собственная коалиция. Чтобы понять, в чём проблема демократической партии, стоило бы взглянуть на организацию, которая была основана два года назад, чтобы остановить захват демократической партии США изнутри красно-зелёными марксистско-исламским альянсом прогрессистов. Так вот, была создана организация «Демократическое большинство за Израиль» — ДМФА. Была основана она социологом и политическим гуру Апида Марком Мельманом. Мельман основал ДМФА в ответ на избрание в конкретном 2018 году, три года назад, так называемого «Авангарда» — вот этой вот команды «Амар», «Талиб», «Акасио», «Кортес» и ещё четвёртая там есть красотка. И также на фоне усиления позиций сенатора Берни Сандерса как лидера президентских праймеров перед выборами 2020 года. И первым политическим усилием вот этой организации ДМФА, «Демократы», «Демократическое большинство за Израиль» стала рекламная кампания против Сандерса во время партийных президентских праймеров с боём. Ну, то есть, это как бы была такая... Это умеренные левые, более-менее аналогичные нашему, так сказать, лапиду, которые отнюдь не выступают за уничтожение, скажем, Израиля. Это, опять же, скажем, классические демократы там 15-летней давности, которые, большинство, как мы помним, действительно, были дружелюбны к Израилю со своими тараканами в голове, но, в общем, как бы вполне были за то, чтобы Израиль, как еврейское государство, жило и процветало. И вот Мелман создаёт эту организацию, «Демократическое большинство за Израиль» в 2018 году. И, учитывая тесные связи Лапида и Мелмана, фактически Мелман — это гуру Лапида, то есть это тот человек, который осуществлял связь его с американским евреистом. И мне удивительно, что первая встреча Лапида в качестве министра иностранных дел как раз с американскими евреями стала видеоконференция с организацией ДМФА, «Демократическое большинство за Израиль». И, на первый взгляд, учитывая озвученные цели Лапида, выборы его могут показаться разумным. То есть вот я сейчас буду налаживать отношения с демократами и с американскими евреями, и это буду делать через организацию, лидер которой, как бы мой близкий, знакомый, друг, и мы с ним на одной волне. Проблема в том, что ДМФА не способна оправдать возлагаемые на неё надежды. Мелман по праву утверждает, что большинство демократов по-прежнему поддерживают Израиль. Но, к сожалению, то меньшинство ненавистников Израиля и два замаскированных откровенных юдафобов, они-то и стали демократической партией доминирующей силой, а большинство, противостоящее им, не желают бороться с враждебным и агрессивным меньшинством сколько-нибудь существенным образом. Мелман же и его организация ДМФА со своей стороны пусть и готовы немного подраться, но тоже не желают снимать перчатки в своих попытках обуздать антиизраильские и на самом деле всё более откровенные юдафобские антисемитские силы в своей партии. И это весьма безрадостное положение вещей стало совершенно очевидным в начале июня, когда Ильхан Амар во время войны Израиля с Хамасом сравнила Израиль и США с Хамасом и Талибаном. И несмотря на протесты, вызванные этим возмутительным заявлением, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась осудить или отчитать Амар. Вместо этого Пелоси похвалила Амар за сделанные ею затем разъяснения, заметьте мне извинения, а именно разъяснения, которые были вместо оправдания вопиющих замечаний. Она разъяснила, что она имела в беду и Пелоси её за это похвалил. И более протеста против возмутительных высказываний Амар, она включала письмо с осуждением, подписанное 12 еврейскими законодателями с числа демократов, 12 еврейских представителей Демпартии в палате представителей подписали эту письмо. Но вместо того, чтобы встать на сторону своих еврейских коллег, сторонники Амар и другие ненавистники Израиля во главе с Александрией и Акасией и Кортес, атаковали этих еврейских законодателей, своих, так сказать, однополчан, союзников, не каких-то тримпистов там, и атаковали как расистов за критику Амар. Амар у нас цветная мусульманка, и поэтому критиковать её нельзя, поопределили. Ну а большой босс, то есть Пелоси, также встала на сторону Амар и её комрадов по альянсу красно-зелёных против евреев. В итоге журнал «Политико» подытожил реакцию демократов на этот последний Димаш Амар таким образом, я цитирую, «Демократы показали, что им всё более комфортно поддерживать Амар, особенно когда та разносит израильское правительство в духе противоречащим давним двухпартийным традициям в Вашингтоне, понимаете? И эта всё более дружелюбная Камар-позиция ясно показывает, что сдвиг её партии в отношении роли Америки на Ближнем Востоке куда больше, чем просто краткосрочное и боевиками палестинских арабов в Газе. Иными словами, Мелман совершенно прав в том, что проблема с демократической партией заключается в подъёме там красно-зелёного альянса ислама-марксистского. Но только нет у Мелмана сил или, откровенно говоря, средств победить их. И вот Питт прав в том, что для Израиля важно иметь хорошую связь с демократами в американском мире. Конечно же, важно. Как же не может быть важно? Но и у Израиля нет возможности изменить складывающуюся политическую реальность. Иначе говоря, не потому, что Израиль делает что-то неправильно, а потому, что доминирующий в партии красно-зелёный альянс больше не намерен скрывать своей юдафобии. Понимаете? Не Израиль виноват в том, что портятся отношения между Демпартией и Израилем. А Демпартия превращается в юдафобскую, антиизраильскую организацию. И ей Израиль в принципе не подходит как таковой. Стратегия Лапида по обеспечению и укреплению отношений между Израилем и США не сможет сработать, несмотря на близость Лапида с Мельманом и его готовность идти на поводу у всех лишь желаний решения Демократической партии. Потому что она основана на неверном предположении будто бы проблемы с демократами связаны с тем, что бывшего премьер-министра Бениамена Натаньяла отождествляли с республиканцами. Мол, Натаньяла дружил только с республиканцами и поэтому демократы обиделись. И Натаньяла критиковали как завзятого республиканца лишь потому, что демократы просто хотели оправдать своё нежелание противостоять таким, как Амар, Акасио-Кортес, а до них Барако-Обама. То есть Натаньяла обвиняли в том, что он дружит с республиканцами и поэтому демократы обижены на Израиль. Но проблема была гораздо глубже. В демократической партии даже те, которые сами по себе не против Израиля, они не готовы воевать с откровенными юдофобами типа Амар, Акасио-Кортес, а до этого Барако-Обама. И поэтому они предпочитают валить всё на Натаньялу. И теперь Лапиду не изменить этой ситуацией. Теперь даже, когда Натаньял ушёл с поста, а у власти находится предвзятый демократ Лапид, демократы по-прежнему не желают им противостоять вот этим вот сам юдофобам в своей партии. И поэтому, как отметил политик, власть красно-зелёных продолжает и продолжает расти. В своё время Натаньял опомнил, что лучший способ заручиться и расширить поддержку Израиля со стороны США — это работать с теми людьми, которые действительно способны добиться поставленных целей. И больше всех в этой области сделал, конечно, пастор Джон Хаг. Хаг основал и возглавляет объединение христианин за Израиль. Это крупнейшая и наиболее политически влиятельная произраильская организация в США. Но в той же речи, где Лапид назвал восстановление связи с демократами и либеральным еврейским эстеблишментом в США своей главной целью на посту своём новом, он также обозначил сотрудничество с евангелистами как совершенно второстепенный приоритет. Мол, это ерунда. По его словам, тот факт, что нас поддерживают евангелистические группы и другие люди в США важны и радуют, но евреи и мира это больше, чем наши союзники, они наша семья. И вот тут всё это подводит нас к второму препятствию, которое помешает правительству Лапидо Беннета эффективно противостоять нарастающему в США антисемитизму, исходящему от красно-зелёного альянса внутри демпартии. В то время как 12 еврейских законодателей-демократов были готовы подписать письмо осуждающую Амар за то, что она сравнила Израиль с Хамасом. Другие еврейские законодатели-демократы напротив, поддержали Амар против своих еврейских коллег, подобно тому, как у бывшего лидера британской лейбористской партии Джереми Корбина тоже были свои еврейские группы и они служили своего рода фиговыми листами, прикрывающими его антисемитизм. И вот теперь парагестистские еврейские группы, их лидеры, служат фиговым листом для Амар, для Сандерса и для их камрадов. Некоторые, такие как Бендинг Заах или If Not Now, делают это, присоединяясь к антисемитам и присоединяясь к делегитимации прав Израиля на существование. Другие, такие как лидер антидеформационной лиги нынешний Джонатан Гринго, делают это, отказываясь осудить антисемитизм левых и делая всё возможное, чтобы занесить и скрыть масштабы, глубину и угрозу левого антисемитизма и его непосредственной ответственности за нарастающую демонизацию Израиля в США. Правительство Лапидо и Беннета имеет в кнасти лишь 61 место. Если кто-то из членов коалиции покинет это хлипкое судно, правительство немедленно упадёт. И как следствие, антисемитско-исламистская партия РАМ, мы об этом говорили как раз в прошлый раз, обладает эффективным правом вета на всю деятельность правительства. Но точно так же постсемитская партия МЭРС, не поддерживающая сохранение еврейской идентичности Израиля, способна эффективно подорвать любые усилия, которые Лапидо пытается предпринять для борьбы с левым антисемитизмом в США. Буквально во вторник депутат от партии МЭРС МОСИ РАЗ выступил наряду с депутатом от объединённого арабского списка Аидой Томой Сулейман, организаторами и вдохновителями состоявшейся в кнести замечательной конференции под названием «Между оккупацией и апартеидом». Иными словами, суд мероприятия сводилась к тому, что Израиль, созданный как оккупант чужих земель, естественно, превратился в страну, поддерживающую апартеид на государственном уровне. Понимаете? И это конференция, организованная в КНЕСЭТе депутатами КНЕСЭТа. Среди резких осуждений, с которыми другие депутаты КНЕСЭТа от различных партий выступили против этой конференции, было сказано в том числе, что проведение конференции такого рода в КНЕСЭТе помогает и вдохновляет антисемитских боевиков БДС, бойкота Израиля в США, которые прилагают колоссальные усилия к тому, чтобы заткнуть, заставить замолчать еврейских и американских сторонников Израиля в кампусах, колледжах и в целом в общественной жизни. Ведь утверждение о том, что Израиль будто бы является государством апартеида, это умышленный антисемитский кровавый навек. И цель его — отвергнуть моральное право евреев на самоопределение через осуждение самой концепции еврейской государственности как формы российского угнетения, а евреев как российских угнетателей. И изобретено оно было, конечно, не сейчас и не вчера. Оно было придумано в Советском Союзе и впервые озвучено на конференции ООН в 1965 году. Триумфом этих обвинений стало принятие через 10 лет в 1975 году знаменитой резолюции 3379 Генеральной Ассамблеи ООН, в которой сионизм был назван формой расизма. Тогда представитель США в ООН бывший сенатор-демократ Дэниел Мойнихан выступил с яркой необычной речью, которая полностью дезалуировала эту резолюцию. По сути дела, он тогда заложил основу, почву для двухпартийного отклонения этой речи с обоих сторон и республиканцами, и демократами. Ну и через 15 лет, в 1991 году, в 1990 году, по-моему, благодаря усилиям администрации Буша эта резолюция вообще была отменена. Советский Союз тогда распался как дужа и перестал продвигать эту идею. Тогда же, кстати, в 1975 году представитель Израиля Вон Хайм Герцог, как известно, разорвал резолюцию в конце своей драматической речи, вошедшей в пантеон великих моментов в истории израильской демократии, дипломатии. И после отмены этой резолюции в 1990-м или в 1991 году концепция сионизма как расизм оказалась, была наконец отправлена на свалку истории. Но в 2000 году её труп эсбумировали бойцы Красно-Зелёного Альянса. И с тех пор этот зомби медленно и неуклонно набирает силы и стал сегодня намного мощнее, чем был в 1975 году. Тогда эту идею о том, что сионизм — это форма расизма, предлагали Советский Союз и его сателлиты. Сегодня её продвигает демократическая партия, США, стоящая в власти по миру. По ходу короткой войны между Израилем и Хамасом в прошлом месяце законодатели-демократы один за другим поднимались на трибуну Конгресса и клеймили Израиль как государство-партиида. И ни один еврейский законодатель не смелился осудить кого-либо из ковидников. Не сделало этого, разумеется, и Пелоси. А на этой неделе член коалиции Лапида Беннета выступил одним из организаторов конференции в Кнессете, которая полностью поддержала эту гнусную антисемитскую клевету. И Лапид, и уж тем более номинальный премьер министра Беннет, который вообще ни на что не влияет в правительстве, оказались совершенно бессильны перед этим оскорблением страны и еврейского народа. Потому что, как и в случае с партией РАМ, арабской партии, если кто-либо из них посмеет осудить Мосси РАЗа, их правительство немедленно падёт. Многие американские евреи сегодня как бы делятся своим как бы состоянием когнитивного диссонанса, шока и растерянности. Потому что на протяжении четырёх лет президента Дональда Трампа, их организационные и интеллектуальные лидеры кормили их постоянной диетой ненависти к Трампу и говорили, что весь антисемитизм исходит от сторонников Трампа. А сам Трамп, который величайший друг Израиля в Белом доме и дед еврейских внуков, он главный ненавистник евреев. Понимаете? И несмотря на то, что подавляющее большинство антисемитской активности в университетских городках исходило от левых, а большая часть антисемитского насилия совершалось с чернокожими американцами и арабами, еврейские лидеры убеждали американских евреев, что опасность исходит от правых политических сил и она полностью исчезнет, как только демократы вернутся к власти. И вот Трамп ушёл, хорошие парни вернулись к власти. Но эти хорошие парни поддерживают антисемитов в Конгрессе и ничего не делают против антисемитов на улицах, нападающих на евреев. Потому что антисемиты сами демократы и они важнее политикам, демократам, поскольку их куда больше, чем евреи. И они теперь намного влиятельны. Теперь же, вместо того, чтобы поддержать этих евреев при дружественном демократам в правительстве Лапида Беннета, Израиль оказывается точно так же не способен помочь, как Милман не может нам помочь в противостоянии краснозелёным в своей партии. Но при этом, по крайней мере, Милману не нужна поддержка антисемитских Джей Стрит или Jewish Voice for Peace. Он сам по себе. А Лапид и Беннет просто не смогут продолжать править без Мосси Раза. Поэтому положение Лапида Беннета даже ещё более печально, чем позиции, слабые позиции остатков друзей Израиля, пусть даже таких условных друзей, как Милман в демократической партии США. Вот такая вот ситуация. И поэтому, конечно, я не ожидаю, что израильское правительство сможет как-то эффективно противостоять нарастающему антисемитизму в США, кроме, конечно, того единственного факта, что Израиль всегда готов принять евреев, которым станет просто совсем не уютно на американском. Я напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы к Александру относительно того, что происходит в Израиле, или относительно того, что происходит в Америке по отношению к евреям, пожалуйста, звоните, сдавайте 847-400-5200. Ой, тут у меня где-то был вопрос на YouTube. Сейчас я попробую найти. где-то минуту-две, до перерыва. Да, еще пару минут есть. Ох, много комментариев, трудно найти. Давайте примем звонок, я поищу вопрос на YouTube. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сергей, добрый день, Александр. То, что вы сегодня сейчас сказали, Александр, практически вы ничего не сказали про действующего премьер-министра. Лапид, это понятно, это, так сказать, я вот это даже себе не представляю, если он дойдет до власти, потому что его политика с увешиванием LGBT-флага вместе с израильским флагом повторяет то, что делают ультралевые в Америке, и все остальное, и все, что он говорит, это неприемлемо для вашего государства, вы не можете себе позволить. Ну, а все, что вы скажете на данный момент о правлении вашего премьер-министра, понимаете? И, дайте, я немножко хотел поспорить, Сергей задал вопрос насчет Израиль должен помочь нам. Я считаю, что он не должен помочь нам. Морально поддержать, да, помогать должны мы, это наша обязанность, так я считаю, это мое личное мнение. Что нам нам может, что мы должны помогать таким, как Берни Сандерс и другой, Мирази, и, к сожалению, еврейского происхождения, ни в коем случае он не должен морально поддержать нас за, что мы правильно делаем и продолжаем наше дело. Спасибо большое, я вас послушаю. Спасибо большое за вопрос. Ну, давайте по поводу Беннета сказать что-либо сейчас пока еще не очень можно. То есть, прошло всего две недели, и по большому счету мы знаем, что политикам всегда дают сто дней до того, как начинают критиковать и смотреть, как у них что получилось. Говорить о том, что успел за две недели Беннет, пока действительно ничего не успел, но в конце концов всего лишь две недели прошло. Но мы говорили о том, что изначально его позиция очень слабая. Он в коалиции обладает фактически 10%. Представляете, премьер-министр, у которого только 10% коалиции в руках. Остальное это арабско-исламская партия Рам и левый блок. Ну, там есть еще, конечно, сад, который, если добавить его, так может быть, увеличится до и одной десятой уже, чуть больше, и одной пятой может быть, но максимум одной шестой. Дело не в этом. Дело в том, что действительно мало что может проконтролировать и такое ощущение, что его полностью устраивает позиция здесь председателя. То есть, он формальный глава правительства, формальный премьер-министрик такой, и ему это самое главное. Но еще, конечно, уничтожили Натаньял. Натаньял мешал ему, это стало личной как бы навязчивой идеей и для него, и для Сара, и для Либермана. Натаньял стал их личной задачей как бы уничтожения политической Натаньял. Теперь они этого добились и все остальное как бы, ну, есть люди, которые еще считают, что Беннетт что-то постарается сделать, и он еще покажет, что он хороший, может быть, хорошим премьер-министром. Я на это, к сожалению, не рассчитываю. И поэтому, с одной стороны, рано еще говорить о том, что успел или не успел сделать Беннетт и как у него это получилось. С другой стороны, по моим оценкам, ничего хорошего ожидать от него не стоит. И что касается, кто кому должен помогать, действительно, это хороший вопрос. Я буквально в одну минуту постараюсь уложиться, прежде чем мы уйдем на перерыв. Безусловно, когда Израиль был создан, то американская еврейская община была неизмеримо сильнее и влиятельнее фактически. Именно она повернула политику США. Именно она во многом повлияла на то, что США стали защищать и помогать Израилю, несмотря на много всяких моментов, которые пугали американских политиков, начиная от социализма, сионистов и кончая геополитическими соображениями. Но со временем ситуация стала меняться. Еврейская община США с одной стороны ассимилирует и становится меньше. И сегодня, для того, чтобы ее сохранить как бы условно в нужном количестве, подсчитывают всех, буквально даже кошек у реформистских евреев и подсчитывают людей, которые формально на самом деле как бы, ну да, они потомки евреев, но они себя евреями не считают. Они, может быть, не стыдятся своего еврейского происхождения, но они уже гораздо больше и не чувствуют себя как как-то связаны по большому счету с еврейским народом. Хотя, да, конечно, это выгодно часто для бизнеса, хорошо для бизнеса и для связей входить в синагогу, в какую-то комьюнити, общаться там с важными людьми. Но в итоге мы видим, что американское еврейство как таковое, в общем-то, оно распадается, исчезает. Говорят о том, что еще поколение, даже меньше, чем поколение, оно просто перестанет существовать. Ну, останутся, конечно, хорривные группы, какие-то религиозные группы, но по большому счету вот то влиятельное еврейство, о котором мы говорили, пик которого, видимо, влияния пришелся на 60-е, 70-е годы, такого больше не будет. И как раз, наоборот, Израиль расцвел, Израиль встал на ноги. Израиль сегодня большое, условно, сильное и влиятельное государство, несмотря на те, как бы, перетурбации, которые сейчас происходят. И он вполне может помочь и защитить американских евреев, даже политически сказать, ребята, вы там что-то уж слишком загоняете наших братьев, пожалуйста, не мучайте их. Многие действительно еще не осознали этой переменной ситуации. Многие все еще живут 70-ми годами, когда американские евреи посылали много денег в Израиль, позволяя Израилю как-то выживать. Сегодня ситуация обратная. И сегодня пожертвование американских евреев, которые Израиль с удовольствием и с благодарностью принимает, в общем-то сравнимо с пожертвованием, которое делают и сами израильские евреи для своих целей, для армии, для нуждающихся людей, для каких-то проектов интересных. Поэтому я действительно думаю, что вопрос, изначально поставленный Сергеем, был правильным. Что может Израиль сделать для того, чтобы защитить евреев Америки, оказавшихся сейчас в ситуации очень неприятной. И я боюсь, что, к сожалению, с тем правительством, которое мы сейчас имеем, сделать он может очень мало. Точно так же, как друзья Израиля в демократической партии уже не влияют на откровенную юдафобство этой партии. Давайте в этом месте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернёмся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон в студии 847-400-5200. И пока мы не перешли к следующей теме, у вас есть возможность дозвониться в студию и задать вопрос Александру. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот в течение пяти лет в Демпартии ФСБ, СИАЕ, Генпрокуратура, Верховный суд доказывали то, что они совместно с ФСБ России и Ираном и Китаем сделали так, чтобы устранить нашего президента Трампа. И с первого дня своего пребывания у власти Байтон изолвали 47 своих указов и тем самым доказывает то, что он является слугой даже не двух, а трех господ, но только не Америки. Вот, и уже много месяцев ведутся переговоры в Вене о создании соглашения ядерного между Ираном и Америкой на условиях Ирана. Вот, и у вас тоже спецслужбы и левые как-то все совместно действуют. Не кажется ли вам, что приходит ли такое понятие о том, что вот и у вас левые это не слуги вашего Израиля, а слуги чьей-то воли, но не только не евреи. Спасибо. честно говоря, в Израиле в правом лагере давно распространено и достаточно широко распространено ощущение того, что по крайней мере часть левого лагеря это люди гораздо большей степени лояльные кому-то другому, но только не Израилю. Безусловно, существуют левые, так сказать, порядочные и заблуждающиеся, но в нашей сегодняшней ситуации совершенно понятно, что пришедшая власти коалиция это ставленники демократической партии США. Вы намекнули на то, что демократическая партия США сама играет какую-то странную игру, в которой Китай, Россия, Иран возможно в гораздо большей мере приоритете у нынешнего демократического аппарата истеблишмента нежели Америка. Но в Израиле достаточно ясно, что именно демократы проплатили все эти бесконечные забастовки, демонстрации, дискредитацию, дегуманизацию на Таньяу. И они стояли через Ихуда Барака, который сейчас находится в США и который связан с Эпштейном в свою очередь и там своя отдельная грязная история. Но да, безусловно, демократы сумели продавить, купили такое количество предателей, чтобы вот как это случилось с Беннетом и Саром, чтобы в итоге создать коалицию, несмотря на то, что большая часть израильского народа поддерживала именно Таньяу. Да, это так. Давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Я хотела узнать, я, может быть, пропустила закон о гражданстве. Отстояли, что если араб хочет жениться на израильтянке, чтобы он становился гражданином Израиля. Давайте объясню немножко вот так кашу сниму. Дело в том, что в Израиле, как в любом другом государстве, когда иностранный гражданин женится на гражданине Израиля, то, естественно, гражданство получает тоже. И это, в общем, нормальная практика, абсолютно понятная. Проблема состоит в том, что после соглашения ОСОВ, после начала 90-х годов, это стало, не даже не сказать лазейкой, а таким вот огромным пробоем, через который потекли в Израиль десятки, фактически сотни тысяч арабов из Газы, которые женились на арабах или арабках гражданах Израиля и, соответственно, тоже начинали получать гражданство. И Израиль сказал, окей, ребята, мы все понимаем, демократия, гуманитарные случаи и так далее, и так далее. Но так не пойдет. То есть, таким образом, у нас скоро миллион арабов, живущих в Израиле, переженится еще с миллионом живущим в Газе и все, и, так сказать, притащат два миллиона, потом они еще два миллиона притащат сюда, не пойдет. И был введен даже не закон, а как бы подзаконный акт, который как бы на закон о распространении гражданства накладывает ограничения. Если речь идет о гражданах палестинской автономии, то они гражданство не получают. Они получают право жить в Израиле, право работать, право получать все, так сказать, необходимые медицинскую службу, обслуживание и прочее, 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 но гражданства у них нет. Думаю, голосовать один не мог. И в случае бедуинов, которые берут себе по 10 жен, например, из Газа, это очень актуально. То есть, на самом деле, Израиль это влетает в копеечку, потому что каждая такая жена оформлена как мать-одиночка со всеми своими бесконечными детьми. И только как бы получая пособие на своих жён, человек может вообще не работать, зарабатывать, получать колоссальные суммы, сравнимые с зарплатами в Катике, гораздо выше. Но, по крайней мере, гражданство они не имеют. Но не имеют они, благодаря тому, что каждый новый КНЕС продлевает вот такой подзаконный акт. Теперь ситуация следующая. Нынешнее правительство не имеет большинства, чтобы продлить этот подзаконный акт. Потому что и партия Мерец, вот Мосферас, и партия РАМ, естественно, исламская, они говорят, нет, мы это поддерживать не будем, мы хотим, чтобы арабы получали гражданство. Когда им говорят, ну, ребята, так Израиль перестанет пойти в рейском, они говорят, ну, так естественно, ради этого и старались. То есть, как бы, всё совершенно открыто, на поверхности. Лапид, разумеется, поддержал бы такой проект, потому что он совершенно, как бы, он не из тех, кто хочет, чтобы Израиль перестал быть еврейским, по крайней мере, не так откровенно. Но большинства у них нет в коалиции. Они просят оппозицию, чтобы оппозиция поддержала этот закон. Оппозиция говорит, ребята, мы, конечно, поддержим, но раз уж такое дело, вы должны, давайте примем большой хороший закон, который это дело раз и навсегда решит. Пусть будет, сделаем закон, который решит эту проблему таким образом, чтобы больше не приходилось продлевать этот подзаконный акт каждые четыре года. Но на это коалиция пойти не может, потому что это будет выиграть для оппозиции. То есть, сейчас, на следующей неделе, в воскресенье, этот закон будет вынесен на обсуждение в комиссиях КНЕСК. Насколько мы понимаем, сейчас Элькин в воздухе вертелся, как волчок, для того, чтобы подкупить разных депутатов КНЕСК, в том числе арабских, чтобы они не голосовали, чтобы они ушли, и чтобы они не присутствовали. Дошло до того, что они даже пытались подкупить религиозные партии, но не лекут, так религиозные партии. Типа, поддержите нас, мы вам денег дадим. Помните, так сказать, кличли Бермана, что не дадим религиозных. В итоге они дали бедуинам 50 миллиардов, гораздо больше, чем получали все религиозные партии вместе взятые. Теперь они хотели прекратить религиозным партиям еще, чтобы только тебя поддержали и не дали как бы коалиции упасть грязью лицом, то есть какая-то она есть. Но религиозные партии скажут, нет-нет, мы в эти игры не играть, давайте вот с лекутом договаривайтесь о проведении большого хорошего закона, чтобы это было выкраши оппозиции, а не коалиции. Тогда посмотрим. Или разваливайтесь. Собственно, задача, это главное, чтобы эта коалиция развалилась как можно быстрее. И это гораздо важнее даже, чем будет принят или не будет принят этот подзаконный акт в данный момент. Но пока что речь о нем не идет. На следующей неделе посмотрим, как будет развиваться событие. Масса звонков. Я даже не знаю, что делать. Давайте принимать будем. Добрый день, пожалуйста, Филин. Добрый день. Добрый вечер, вернее. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас можете сказать о шакет, которая стала в правительстве? Это первый вопрос. И второй вопрос. Я прочитал в израильских новостях, что в Ликуде начались какие-то шатания, связанные с разногласиями и Эндельштейн там участвует в этом. Можете ответить на эти вопросы? Да, конечно. По поводу шакет. Шакет точно так же, как все остальные ренегаты и предатели. Сейчас с низким профилем, то есть они стали соучастниками предательства права лагеря. И пока что многие надеялись, что теперь они будут оправдывать свое предательство тем, что будут делать какие-то полезные и важные для Израиля вещи. Но ничего такого не происходит. Но опять же, прошло всего две недели. И за эти две недели может быть они не могли успеть чего-то хорошего. Но ни Беннет, ни Шакет ничем себя хорошим пока не зарекомендовали. И собственно, как мы уже объясняли, и не могут, потому что их доля и влияние в принципе настолько ничтожны, что говорит там неч. Что касается Ликуда, действительно, поскольку Натаниал наконец-то к радости всех врагов Израиля проиграл и ушел в оппозицию, то в Ликуде тут же сразу зашебуршились все те, кто хотят его сместить, но как бы по-честному. То есть не так, как, скажем, Сарм вышел из Ликуда, предал Ликуд и создал с левыми коалицию, а хотят победить его внутри партии. И это вполне легитимно, потому что Ликуд, по сути дела, остался последней израильской партией, в которой существуют праймерицы выборов. Все остальные партии построены вокруг одного хозяина. Вот есть Беннет, у него там все его шестерки, и он их сам назначает. Лапид с таким же аппаратом. Ликуд — партия по-прежнему демократическая, в которой Натаньяо, если он хочет быть главой партии, соответственно, кандидатом в главы правительства, он должен победить на выборах. Есть люди, которые пытаются это оскорить в рамках, так сказать, честного ликудовского внутрипартийного выбора. И в этом контексте Эдельштейн, Баркат, да и Катт тоже намекнули, что они, в общем, были бы готовы побороться за это место. В этом нет ничего как бы плохого, а наоборот, это показывает, что Ликуд по-прежнему живая партия и в ней, так сказать, бурлит жизнь. Насколько велики их шансы, я думаю, что невелики, потому что Натаньяо настолько отличается по масштабу своей личности политической от всех остальных кандидатов, что любые честные праймерис дадут ему уверенную победу. Но это не значит, что таких праймерис не нужно проводить и не нужно как бы показывать, что Ликуд по-прежнему является демократической партией, где общество и члены партии решают, кто будет возглавлять Спасибо, Александр. А теперь давайте, если можно, давайте примем еще звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, господа. Я извиняюсь, что звонил второй раз, но просто вы сказали одну фразу, которая меня страшно пугает. И вы не понимаете, почему. Вы сказали, что многие американские евреи становятся больше американцами, чем... Вы сказали присущую правду, к сожалению, это да. Но вы помните, что не так много лет, 80 лет тому назад немецкие евреи, которые сделали огром... Очень много для Германии с учеными, ну, можно перечислять, возьмите любую энциклопедию, почитайте. Они себя считали тоже больше немцами, чем евреями. И чем это для них закончилось? Если меня спросили, если такая ситуация повторится, я считаю, что может. Мне об этом сказали, кстати, американские евреи, участник войны, в Корейской войне, 40 лет тому назад в Чикаго. А вот как вы считаете, такая ситуация может произойти в Америке? Мне интересно ваше мнение. Я вас послушаю. Спасибо. Ну, вы знаете, мы живем в удивительное время, когда происходит все, что раньше казалось немыслимым. Мы видим, как альянс марксистов-исламистов захватил власть в Америке, вопреки всему, вопреки любому здравому смыслу. И то, что происходит сейчас в отношении консервативных американцев, оно немыслимо. То есть, людей преследуют, людей лишают работы за какие-то слова, которые доходят до абсурда. То есть, мы когда-то смеялись над тем, что такое происходило в Сталинском Советском Союзе или там в Северной Корее или в каких-нибудь еще тоталитарных режимах. Это происходит сейчас в Америке. Может быть, не те масштабы, то есть, по-прежнему все-таки в Америке не хватает массово людей, не отправляются в консервативах. Там и здесь выхватили одного, лишили работы другого, устроили обструкцию третьему. Вот Джулиани не лишили лицензии, только заморозили лицензию. Джулиани — человек самодостаточный. Я думаю, что он не умрет от голода, лишенный лицензии. Это унижение. Но пока что его не заставили прилюдно каяться и не казнили на площади. Но как далеко мы находимся от этой ситуации сейчас, мне сказать трудно, потому что когда ты видишь безумные глаза Ильхана Мара или Аказии Картес или тех людей, которые идут за ними, они еще не самые, как бы эти Картес и Ильхана Мара еще не самые страшные в этой всей компании красно-зеленой, то ты понимаешь, что то, что казалось раньше немыслимым, что Америка станет марксистским, исламистским тоталитарным режимом, это может произойти. И если это произойдет, то, конечно же, евреи будут среди первых целей этого режима. И, конечно же, опять же, многие евреи могут убежать, но тогда действительно вы правы абсолютно. Когда в стране нет евреев, то их придумывают. И тогда людям открутят их одну шестнадцатую и вспомнят, что он на пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушке евреи. И будут его за это наказывать, потому что кого-то же нужно наказывать, потому что, как говорим Оруэллу, которому, кстати, если я не ошибаюсь, сегодня исполняется 118 лет. Репрессии в таких структурах существуют ради репрессии, пытки ради пыток и власть ради власть. Поэтому, если раньше бы, конечно, мы бы сказали, ну, все, что угодно, но в Америке этого случиться не может, сегодня, глядя на то, как марксисты и исламисты захватывают демократическую партию США, с какой легкостью и с какой скоростью, я не могу исключить того, что еще, так сказать, мы увидим ситуации, которые раньше могли представить, что могут произойти только в Сталинском Советском Союзе Ленинградской Германии. Спасибо, Александр. Ну, а теперь давайте, если можно, расскажите о новом оружии, изобретенном в Израиле, испробованном, условно назовем это гиперболуид инженера Гарина. Ну, да, мы знаем, конечно, так сказать, кто только не говорил, что Толстой тогда ошибся, и по большому счету он хотел сказать не гиперболуид, а параболуид, но не в этом суть. Действительно, Толстой тогда как бы описал модель лазерного оружия, то есть оружие, которое с помощью концентрированного пучка света сжигает на большом расстоянии мгновенно, как мы понимаем, цели, и это может быть как защита, так и нападение. И до сих пор все-таки мы знали, что это из серии фантастики. Но вот пресс-служба армии обороны Израиля действительно разрешила публикацию информации о завершении серии экспериментов по уничтожению целей в воздухе с помощью лазерного оружия. В Израиле впервые была проведена серия экспериментов по уничтожению целей с помощью лазерных лучей, которые были, и спускались как бы из системы, установленной на легкий самолет. Этот самолет Cessna, мне кажется, был оборудован системой энергособнабжения, необходимой для создания лазерного луча, а также системой скрежения и датчиками, которые позволяли ему обнаруживать беспилотные летательные аппараты и их уничтожать. И вот в серии экспериментов с использованием лазерного луча было уничтожено 10 беспилотников, на которых просто вот эта система, стоящая на самолете, наводила луч и разогревала беспилотник до состояния, когда он просто плавился и падал вниз. Это, надо сказать, действительно инновационная, совершенно революционная разработка, первая такого рода в мире. На самом деле известно, что в мире есть технологические гаганты, которые занимаются разработкой лазерного оружия. Понимаете? В современном мире, на самом деле, сама идея, как бы идеи витают в воздухе, идеи все знают. Ты попробуй, поди, сделай. Вот иранцы уже сколько лет пытаются бомбу сделать, ядерную, которую теоретически, теорию ядерной бомбы знает сегодня любой любознательный шестиклассник, который исход в Google. Но попробуй, сделай. То же самое и здесь. Есть технологические гаганты гнель, которые пытаются создать лазерное оружие. Но ни одно из них, ни одна из них, ни одна из таких компаний пока не продемонстрировала столь успешной способности поражения целей с помощью относительно небольшой лазерной системы, установленной на легком самолете. Еще лет 10 назад, на самом деле, были созданы лазерные установки, которые, как бы, можно было поставить на Землю. Они были химические, то есть они очень-таки громоздкие, и очень вредные с точки зрения экологии. И они стреляют, но очень дорогая получается. Выстрел получается очень дорогой. Прогрев технологический именно в том, что эта маленькая система работает от электричества, которое легко собрать, как бы, в аккумуляторы, грубо говоря, и поднять воздух. Не нужно тащить за собой какую-то тяжелую химию. И это легко возобновить. Подключился к розетке, грубо говоря, и возобновил заряд. И еще один момент, что это установлено на самолете, а значит, если ты хочешь поразить цели в воздухе, тебе не нужно пробиваться лучом лазерным через атмосферу, через облака, через какие-то тяжелые погодные условия, которые, как мы понимаем, рассеивают луч, и, в общем-то, снижается вся эффективность, иногда вообще не работает. И вот американская компания Boeing, например, много лет занимается разработкой сверхмощного лазера, который можно было бы установить на транспортный самолет. И есть лазерные, наземные лазерные системы, о которых, в общем, только что я говорил. Но именно в Израиле был достигнут прорыв в сфере того, что использовать электрическую, а не химическую энергию. И где-то полтора года назад удалось преодолеть одно из фундаментальных ограничений помехи, создаваемой атмосферой. И все это перенесли на маленький самолет, и вот получилось то, что получилось. И сегодня, конечно, мы понимаем, что установка лазерной системы на самолет, а не на Земле, это несколько преимуществ. Можно перемещать быстро с места на место, можно использовать для защиты на разных участках, можно добиться раннего уничтожения цели, например, взорвать ракету еще на стадии ее разгона, допустим, в плане Хамаса и Газа. И кроме того, конечно, можно направлять такой самолет для защиты наземных войск, сражающихся на территории противника. И вот уже две ведущие военные, высокотехнологические израильские компании Эльбит Рафель сообщили, что совместно разрабатывают лазерную систему, которую можно будет устанавливать на разных транспортных средствах. И также можно понять из публикации Министерства обороны, что в перспективе рассматривается создание и лазерных систем, способных поражать тяжелые ракеты. То есть такой лазер, который сейчас есть, он мощный для того, чтобы уничтожить беспилотник, но сбить с курса, прожечь такую ракету, как «СКАД» или «ШИХА» в Иранскую, это все-таки нужна мощность побольше. Но по оценкам экспертов, вот такое лазерное боеспособное оружие станет реальным уже через 2-3 года. То есть пока что успешный эксперимент, через 2-3 года реальное боеспособное лазерное оружие. И, конечно, его можно будет использовать и для обороны, и для наступления. То есть в Израиле, в первую очередь, это актуально для прожигания ракет из газа. Это быстро, это дешево, это достаточно надежно. Ну а, так сказать, вообще, конечно, это можно быть и наступать на оружие. Так что да, действительно, гиперболоиды, параболоиды, инженера Агарина стал актуален благодаря израильским военным разработкам. Сергей? Спасибо, Александр. Я не знаю, наверное, времени не остается обсудить тему желания Бадена отказаться от суверенитета Израиля над Голланами. Буквально можно уложить в одну минуту, если у нас есть одна минута, то я попробую это сделать. Давайте попробуем. Дело в том, что в свое время еще Обама намекнул, прямо намекнул Израиль, что Голлана нужно отдать. Натаньяу, что он сделал тогда, как он всегда поступал, Натаньяу, он провел заседание кабинета министров на голландских присутствиях, сказал, Голлана никогда никому больше Израиль не отдаст. И, в конце концов, под влиянием Натаньяу, Трамп признал суверенитет Израиля на голландском плато. Байден стал намекать, что он хочет отказаться от этого признания, как он отказывается от всего, что сделал Трамп. И были заявления Блинкена, который говорил, ну да, пока Асад и Иран, Израиль должен там находиться, но потом посмотрим, как будет. И вот вчера американский консервативный журнал, не журнал, издание Free Bacon, конечно, его знаете, он написал, что есть источники в Госдепе, которые намекают на то, что Байден скоро отменит признание сделанное Трампом суверенитета Израиля на голландском плато. И, конечно же, в Израиле поднялся страшный шум, то есть все перепечатали сообщение Free Bacon, и шум продолжался в течение всего сегодняшнего дня, и, наконец, Госдеп дал такое не очень внятное, но все-таки однозначное заявление, что, мол, мы пока ничего не меняем. Пока. То есть пока никаких изменений нет. То есть, по сути дела, американские правы вынудили Байдена сейчас признаться, что даже если они хотели это сделать, то еще не сейчас. Ну, к сожалению, жалко, что другие вопросы так легко не решаются, но огромное спасибо ребятам из Free Bacon и успехов им. Действительно, выяснялись еще одну достаточно серьезную проблему, которая чуть не зависла над головой Израиля. Александр, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До встречи в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok